Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Психолог Михаил Козлов считает, что отношения Саши Гозиас и Кости Иванова тупиковые. Он считает, что в их паре идет общая деградация. Козлов пишет, Саша умная, красивая, но слишком импульсивная девушка, без четких жизненных целей. У них в паре постоянно ругань, страдания, насилие, наверное, они денег много на скандалах поднимают. В обычной жизни с таким охренительно особым случаем я не сталкивался. Оля Рапунцель радуется, что Дима постоянно одаривает ее подарками. Дима молодец у меня, добавил на шубу, подарил браслет, а эти шикарные букеты роз. Как я раньше могла ни во что его не ставить? Мама Ирина Донцова и Максим Локотьков отправились на свидание, на ночную прогулку по Москве. Женщины считают, что таким образом она наказала свою дочь. Две новые пары, Надя Соколовская и Елисей Полищук, а также Саша Вейс и Саша Перетятька, поругались из-за комнаты. Елисей и Надя заехали в ту комнату, где другая пара уже проживала несколько дней. Разгорелся конфликт, который закончился метанием куриных яиц. Ребята уделали всю комнату и все вещи. На лобном Ксюша Бородина за самозахват комнаты вообще никому не разрешила заселяться. А Кадони сказал, что если они не приберутся в комнате, то все вчетвером покинут проект. А на острове новые участницы уже ругаются друг с другом. Алина поругалась с Камилой. Алина пишет, что женский коллектив просто ад. Лицемерие, игра, кругом одна фальшь. Я выплеснула сок на одну не очень воспитанную матрешку. В обычной жизни я избегаю общества таких людей. А одна из девушек не выдержала, Ангелина Некерсон покинула проект. Появились слухи, что Олег Бурханов может покинуть Сейшелы. Олег вел себя агрессивно по отношению к некоторым девушкам. В итоге было принято коллективное решение попросить ведущих прислать на остров кого-нибудь другого. Бурханова хотят поменять на участника, который на поляне пока не нашел любовь, на Дениса Баранова. А Ира Пинчук оправдывается перед подписчиками. Ваня сделал предложение не для того, чтобы телезрители начали голосовать за нашу пару. Таким поступком он хотел показать мне, что он действительно определился, что он действительно влюблен в меня. Напомню, что часть своего выигрыша Ваня отдаст в детский дом, поэтому я не вижу в этом смысла делать предложение ради выигрыша. Оля Бузова косвенно опровергла сплетни о разводе. На церемонии вручения премии за лучший инстаграм, когда Бузова получала награду, ее спросили, лайкает ли супруг ее снимки. Ольга смущенно ответила, муж меня лайкает каждый день, также он лайкает другие мои инстаграмы, потому что у меня есть еще страница моих собак и страница моего бренда одежды. Катя Старикова, ведущая новостей Дома-2, отметила 24-летний день рождения. Поздравляем! Ольга Жемчугова, которая находится в родном городе, оставила сына Мишу, бабушке и дедушке и отправилась в ночной клуб. Из-за этого она получила очень много негативных комментариев своих подписчиков. Ольга не выдержала и вступила с ними в перепалку. Бабы, вы реально дуры что ли? Что значит в отрыв пошла? Что значит ребенка бабушке скинула? Что значит специально бросила Глеба, чтобы потусить? Отпишитесь от меня и валите дальше стирать пеленки в засаленном халате. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу вконтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.